Мне уже 42, и я прошел Советский Союз, не Советский Союз, потом, ну, вот это все, это, когда-то вообще ничего не было, потом было изобилие, потом три обвала, ну, короче, все-все-все-все-все, что можно было за короткий период пройти, то есть я видел Советский Союз, видел перестройку, и вот сейчас, там, совсем плохо, сейчас вроде было хорошо, потом, ну, такие все перепады. Честно сказать, не знаю, в сюжетах человека, вот у меня есть ребенок, и мы с женой не покупаем, категорически не покупаем ни айпады, ни, как сказать, вот эти все игрушки, которые, как бы, развлекают ребенка, но не дают воображению ничего, то есть мыслить самостоятельно, нужно воображение, нужно воспитывать воображение, нужно воспитывать характер. Воспитывается характер, когда ты придумываешь, когда ты создаешь что-то, когда ты, у тебя уже есть все, ну, как бы, а чего напрягаться-то, чего напрягаться-то, все хорошо, есть, ну, и ребенок не напрягается, у ребенка нет воображения, ребенок привык к тому, что уже, к тому, что уже это все есть и все готово. Вот, мы сказки читаем своему ребенку, ставим мультики только старые, советские, потому что там воспитывается все-таки желание добиваться чего-то, мыслить, мыслить нестандартно, там все-таки это есть. Потому что сейчас все мультики, они стандартные, ну, вот такие вот, конечно, они, ребенок, дети подсаживаются, дети любят это, но все равно там все очень как-то вот сглажено. А в мультиках, вот советских мультиков, советских сказках, там есть герои, там они думают, они размышляют, они думают, они делают или плохо, или хорошо, но они понимают, что, когда они делают, они ответственны за то, что они делают. Вот это и есть, я думаю, самостоятельное, когда ты понимаешь, что ты, если что-то ты делаешь, то ты должен быть ответственным за то, что ты сделал, а не просто говорить, ой, получилось, и как бы, ну и все. Должен быть ответственным, то есть, твой шаг, это твоя ответственность, это значит, что-то произойдет, или плохое, или хорошее, ну, это не важно на самом деле, но твой шаг приводит к чему-то. И ты должен понимать, это твой шаг, вот, наверное, вот так, то есть, ну, как бы, а по-другому, я не знаю, честно сказать, такие мысли, а как вот это, self-help, говорить я не буду, потому что я не тоже, это такая глупость на самом деле, это просто, ну, маразм, ну, это ужас, конечно, и меня просто бесит до дрожи, когда вот эти все книжки, ну, короче, я не буду этим развивать, даже это ужасная тема, вот. Просто надо, надо мыслить, надо думать, надо брать ответственность за свои шаги, надо книжки читать хорошие, вот важно, книжки читать, вот это вот абсолютно. Чехов, Камю, ну, не знаю, все, все, философов надо читать, это развивает твое мышление, надо, когда читаешь, надо с ними спорить, надо соглашаться, не соглашаться, но надо развивать свое мышление, чтобы, чтобы потом в жизни принимать правильные, ну, как правильные, свои решения. Пофигу, какие они, правильно, неправильно, они твои решения, и что будет, это, ну, это только твоя ответственность, и все. Вот только, я думаю, книжки и ответственность, вот, мне кажется, вот так.